Следствие по делу о нападении на журналистов Альфа-канала продлили на 4 месяца, чтобы провести судебно-криминалистические экспертизы. Специалисты проанализируют видео происшествия и оценят действия руководителей фирмы Даним А. Напомню, в октябре в Чигирях владельцы приюта для бездомных животных нанесли журналистам побои и разбили видеокамеру. При этом директор фирмы Вячеслав Золотарев заявлял, что на самом деле напали на них. Мужчины лишь оборонялись. Безнаказанно занимает любую позицию обвиняемую. Это его право защищаться как форма защиты. У следствия задача изобличить его в том, что показания его неправдивы. Это только будет во вред потом ему при вынесении приговора его поведения на следствие в суде. Дело об убийстве предпринимателя Александра Давыдова, которого по версии следствия закопали заживо, скоро передадут в суд. Руководитель двух сельхозпредприятий Стамбовского района был убит осенью прошлого года. В этом обвиняют троих мужчин. В настоящее время активно проводится следственное действие, назначены экспертизы. Особой сложности это главное дело не вызывает. Поэтому есть и основания, что в течение ближайших нескольких месяцев главное дело будет завершено. На пресс-конференции обсудили еще одно громкое убийство директора Амурского аграрного колледжа Владимира Хуторнова. В этом обвинили его заместители Сергея Яковлева. По информации следователей, преступление произошло из-за относительно небольшой суммы денег. Но мотивы выяснены не до конца. Поэтому Яковлеву назначили стационарное психиатрическое обследование. Категория таких преступлений, как убийство, именно критерии их расследования предусматривают вопрос о том, что мог ли человек быть в состоянии вменяемости или не вменяемости совершения такого особо тяжкого преступления против личности. Пропавшего в Белогорской школьницу Веру Захарову до сих пор не нашли. Девочка исчезла осенью по дороге из школы домой. В уголовном деле уже 80 томов. Обследованы тысячи жилых и нежилых помещений. Опрошено больше двух тысяч человек. Специалисты проводят экспертизы, проверяют записи видеорегистраторов, камер видеонаблюдения и мобильных телефонов. Мы уголовное дело будем расследовать, пока не будет установлен преступник. То есть при остановлении такие дела не подлежат. Может быть на сегодняшний момент не существует методик обработки определенной технической информации. Опять же обработки биологических материалов. Но прогресс у нас шагает. Я говорю, мы сегодня раскрываем преступление, которое невозможно 3-4 года назад было раскрыть. В травме маленького благовещенца Гоши Дядечкина по версии следователей виновата строительная организация «Сервер». Летом мальчик упал в открытый люк и получил серьезную черепно-мозговую травму. Гошу оперировали за границей, в том числе за счет благотворителей. Сейчас следователи готовят обвинительное заключение по факту нарушения фирмы и строительных правил. Мастеру строительного участка грозит до трех лет лишения свободы. В соответствии с должностной инструкцией возложены были данные обязанности по ограждению данного строительного участка, ну и также еще и специальными нормативно-правовыми актами. В прошлом году следователи возбудили больше тысячи уголовных дел, а расследовали почти 1900. Больше 900 дел направили в суды. Раскрываемость убийств почти 90%. Василина Садовенко, Александр Лесенюк, Альфа Новости.